Ещё больше интересного, любопытного, важного. И ещё больше вашего доверия. Вашего доверия. Более 9 тысяч малышей родились в Сургуте в прошлом году. Перинатальный центр работает с 4-х кратной перегрузкой. А вот число абортов наоборот уменьшается, хотя и по-прежнему исчисляется сотнями. Отговорить потенциальных мам от такого шага можно. Каким образом, расскажут Ксения Битюгина. Да, вот так. Этого смеха Марина Драчёва могла никогда не услышать. Больше двух лет назад, когда наступила третья беременность, девушке казалось, вариантов нет. Надо делать аборт. Беспокоило наличие двоих детей. Младшей дочке на тот момент едва исполнилось полтора года. Кроме того, пугали финансовые проблемы. Банальные страхи, наверное. То есть, это, ну, прежде всего, это ипотека. То есть, квартира у нас в ипотеке. То, что маленький ребенок, вроде бы как еще здесь немножко не пришли в себя. Вот, ну, вот в основном такие были причины, по которым я решилась сделать аборт. Но муж был категорически против. Настеньке год и три месяца. На свет появилась благодаря уговорам папы Саши не лишать жизни ребенка. Кроме того, от рокового шага Марину сумели отговорить в благотворительном фонде. Елена Капка для обратившихся в фонд как психолог. Уже много лет уговаривает беременных не делать аборты. Лучше всех слов о том, что в первые дни после зачатия происходит в организме женщины, дают понять специальные наборы, похожие на игрушечные. У пластикового малыша есть ручки, ножки, голова. И если на снимке УЗИ разглядеть эмбрион сложно, то тут даже можно подержать на ладошке. В 12 недель это уже полностью сформировавшийся человек. Он 8 недель уже сформировавшийся. Просто пропорции у него еще немножко другие. А так вот в 8 недель он тоже яркий человек, у него руки, ноги, сердце. В 6 недель уже просматриваются печень, органы внутренние. В нашем городе существуют благотворительные организации, которые безвозмездно оказывают помощь нуждающимся матерям. Кроме того, таких мам поддерживает церковь. Мы предлагаем помощь и продуктами, и одеждой. В крайнем случае, когда сочнем необходимым, мы даем возможность приюта. То есть приютить, нормально доносить и с ребеночком, с роддомом, чтобы было куда прийти. Но при этом всячески стараемся, чтобы не было иждивенчества, и стараемся социализировать этих людей. То есть дать возможность встать на ноги, начать зарабатывать, начать обеспечивать себя самим. Сегодня Марина Драчева – счастливая мама троих детей. О страшном решении лишить жизни свою, тогда еще не родившуюся дочь, сейчас вспоминает с ужасом. По ее словам, тогда девушка все взвесила и обдумала. Аборт не аннулирует беременность. Он просто делает женщину матерью мертвого ребенка. На сегодняшний день, я считаю, действительно, нет объективных причин у женщины, чтобы делать аборт. Нету. Если Бог тебе дал ребенка, значит, ты способна выносить, родить, выдержать все трудности, все тяготы, там, бессонные ночи и так далее. И если вдруг судьба нам подарит четвертого ребенка, я, конечно, буду рожать. Ксения Бетюгина, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Маме принесла.